Моей маме нужна операция, мы должны ей помочь. Послушай, если ей нужна операция, пускай она ее и оплатит, причем тут мы. В этой жизни каждый сам за себя. Да как ты можешь такое говорить? Ты ведь раньше не был таким, что с тобой? Отпусти меня! Что за молчишь? Отпусти меня! Ты что творишь? Ты кто такой? Ты что тут делаешь? Тише, успокойся, смотри, с вами все в порядке? Нет! Валера, пожалуйста! Слушай, вы чуть не уберете! Помогите! А что, видео уже началось? Ой. Всем привет, ребят! С вами Манифест, и это новый видос на канале Манифест Чьян, так что садитесь поудобнее, и мы начинаем. Перед началом видео, ребят, давайте по старой нашей доброй традиции. Вот реально, вот, ноги ее перестали придерживаться, за что мне очень печально и обидно. Я стараюсь сделать новый видос, ребят. Половина ребят просто просматривают этот видос и даже не подписываются. Давайте это все исправим, потому что где-то процентов 60, ребят, которые смотрят меня, вот 60 процентов, так думайте, не подписаны на канал Манифест Чьянел. Ну как так, ребят? Давайте прямо сейчас возьмем, подпишемся на этот канал, тут внизу есть под видео красная кнопка подписаться. Нажимаем на нее, рядышком нажмем сразу же колокольчик, чтобы не пропускать ни одного моего видоса. Колокольчик вам будет присылать уведомление о том, что на канале Манифест вышло новое крутое видео. И вы таким образом сможете его посмотреть самым первым, потому что колокольчик вам пришлет уведомление за полчаса до выхода видео, ребят. Понимаете, да? То есть видео еще не вышло, а за полчаса вам уже придет уведомление, что у меня там через полчаса готовится к выходу новый видос. Даже вот так вот. Ну и, конечно, не забывайте оставлять комментарии, ребят, комментарии под этим видео, потому что в следующем видео 5 самых топовых комментариев попадут в следующий видос. Так что это вам такой небольшой лайфхак. Вот самые топовые комментарии попадут в следующее видео. Ну и будет всего лишь 5, ребят. Так что кто из вас ставит самый топовый комментарий, попадет в следующий видос. Ребят, садитесь поудобнее, а мы начинаем. Приятного вам просмотра. Нина, послушай, я устал уже повторять. В этой жизни каждый сам за себя. Да как ты можешь такое говорить? Ты ведь раньше не был таким, что с тобой? Да я всегда был таким. Нет, Валера, за которого я вышла замуж, и человек, который стоит передо мной, совершенно два разных человека. Нет, это ты изменилась. Послушай, мы столько лет копили эти деньги, и теперь ты хочешь взгляд все и потратить. Это неправильно. Я ведь сказала, насколько это для меня важно. Да мне плевать, я не отдам свою половину денег. Я устала от тебя. Я от тебя ухожу. Ты что, больная? Да, я больная, поэтому забираю свою половину сбережений. Стой. Валер, все это время я думала, что живу с человеком, который любит меня. Но ты же конченый эгоист, который ничего не видит дальше своего носа. Я тебе в космос, ты никуда не пойдешь. Ватнер, а я ухожу от тебя. Стой. Отпусти меня. Что за молчишь? Отпусти меня. Ты что творишь? Ты кто такой? Ты что тут делаешь? Тихо, успокойся, смотри. С вами все в прятке? Нет. Кто ты здесь? Тихо, я увидел, что тут хитрит разборчивается. Моя жена, мою проблему. Тихо, мужик, успокойся, ты что делаешь? Валера, пожалуйста. Слушай, выжить меня, убери. Помогите! Да пошли вы все! Если хочешь так уйти, вали! Так, с вами все в порядке? Так, давайте я вам помогу. Он мне не нужен. Он уже ушел. Да нет, я вам помогу. Держите. Извините, что вам так прилетело из-за меня. Да все, ман, это бывают такие ситуации. А зачем вы хоть с мужем поссорились? Ну, я вот сейчас поняла, что я все правильно сделала. А в плане все правильно? Ну, мы из-за одной ситуации поссорились. Валер! Привет! А, привет! Валер, нам нужно поговорить. Ага. Я только из больницы. Помнишь, я говорила, маме нужно обследование? Помню, помню. Маме нужна операция. Срочно. Операция? И что? Ты меня не слышишь! Да слышу я тебя прекрасно. Ты не слышишь меня! Мама, операция. Зачем нервничать? Зачем табуретки ломать? От этого убыток к казне. Я говорю, что маме нужна операция, а ты смотришь в эту бездушную железяку. Послушай, дорогая, эта бездушная штуковина нас кормит. Ты понимаешь? Моей маме нужна операция, мы должны ей помочь. Послушай, если ей нужна операция, пускай она ее и оплатит. Причем тут мы. Ей не хватит ее сбережений. Она взрослая женщина. Она должна была это все предвидеть. У нее что, нет своих сбережений? Ей не хватит ее сбережений! Это ее проблема. Почему мы должны это оплачивать? Мы можем взять из денег, которые откладывали на покупку машины. Уже пошли и взяли на операцию для твоей прекрасной мамы. Да пошел ты! Вот так вот. Да уж, конечно, ситуация. А дети у вас-то есть? Есть сын, но он сейчас в лагере. Ну, то есть вы пока же сможем вдвоем доживете? Живем, если бы не его постоянная позиция. Позиция? Ну, он считает, что каждый должен сам со всем справляться. И каждому удается столько, сколько он может вынести. А вот, ребят, пять самых топовых комментариев из прошлого видеоролика. Внимание на экран. Так, подождите, у вас мама больная. Это же... Как это так получается, что он отказывается? Ну, ему попробуй перечить. А как вы будете сейчас добираться и куда? Ну, я к отцу поеду. Я всегда к нему еду, когда у меня разногласия с мужем. А вы к отцу поедете? Присаживайтесь в машину. Сейчас я в багажник положу, да? Аккуратно. Там ничего ценного нет. Там миллион долларов в США. Присаживайтесь. Вот стерва. Так, вы, наверное, пристегнитесь? Да, конечно. Так, в принципе, что, можно выезжать. Да, ответьте, я подожду. Все в порядке? Да-да. Хорошо, давайте тогда мне адрес. Я сейчас в GPS веду. Да, это улица Павлова. Ага, сейчас так. Так. Павлова. Все, я нашел. Все, можно, в принципе, ехать. Где они? Так, где они стомились? А ну выходи из-за. Все, это было. Быстрей, быстрей. Ед, ехать. Да, бля, что он делал? Что ему надо? Я не знаю. Чуть машину мне не сломал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, Ниночка, рад тебе видеть. Да, папуль. Что, твой Бармалей опять что-то учудил? Да, есть немного. А это кто? Это молодой человек, который сегодня спас меня от Валеры. Да? Что, опять за старые? Ну да, как видишь, ничего не меняется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дима, очень приятно. Я рад, Дима, что вы были рядом с моей доченькой. Ну, я только рад помочь девушке. А я уже думал, вот Егор так подрос. А Егор это? Мой сын. А, это который сейчас в лагере детский? Да. Да, прошу. Спасибо. Это в дом. Да. А куда чемодан поставить? А поставьте на стол. Я занесу лучше. Нин, куда чемодан поставить? А сюда поставьте. Да. Ну и как же делаю, вы помогли моей доченьке? Я, получается, по улице шел, увидел, как муж Нины пытался мне руку поднять. Вот, да, и вмешался, естественно. Ты смотри, какой молодец. Да, и правда. Я хотела потратить наше сбережение на мамину операцию. Да, но он отказался. Спокойно, спокойно, доча. Батя что-нибудь придумает. Вот увидишь. Ну, вы, наверное, устали с дороги. Присаживайтесь. А я пойду что-нибудь соображу. Да не, не стоит. Спасибо ему. Нет, Девитико, садись. А я пойду воды принесу. Слушай, Нина, я вот все не могу понять, а почему твой муж за тебя погнался? Ты мне ничего не хочешь рассказать? То есть вы взяли большую половину себе? А что мне оставалось делать, если он над каждой копейкой трясется и ничего вокруг не замечает? Вы не боитесь, что он вас найдет? Просто ваш муж полнейший садист, я так понял, и он это просто так не отпустит. Здесь он меня не достанет. Я к отцу поеду, я всегда к нему еду, когда у меня разногласия с мужем. Подождите, а как не достанет, если вы мне сами сегодня говорили, что каждый раз, когда вы ссоритесь, он приезжает, вы, точнее, приезжаете к отцу? Ну, может, он сюда не поедет? Все время ездил, а сейчас вот не приедет. А в первую очередь он поедет сюда, к отцу, чтобы вас найти. Что же мне делать? А ваш муж может что-то сделать гораздо хуже? Почему? Может. Папа! Это что, выстрелы? Стоять. Тихо. Валера, что ты делаешь? Что я делаю? Помогаю твоему старому пердуну впервые в жизни раскинуть мозгами. Выдевлена? Деньги, давай. А не две юные, а не две юные. Давай. Деньги, давай. Ну что, ребят, видео подошло к концу. А в конце видео хочу вам сказать то, что у меня на втором канале Манифест Лайв вышло новое видео. Я провел целый день, ребят, целый день со своим подписчиком. Мы ходили, отдыхали, хавали, катались. А самое интересное, самое интересное то, что мы с ним покатались на моей яхте в открытом море, ребят. Мы купались, прыгали с тарзанки, фоткались. Он мне задавал любые вопросы, которые ему интересны. И все задавал вживую, ребят. Вживую. Если вам реально интересно, кто же этот подписчик и что мы делали, то прямо сейчас заходи на мой канал Манифест Лайв. Это мой второй канал. Ссылка будет вот тут вот в описании, ребят. Переходите на мой канал и открывайте последнее видео. День с подписчиком. А если ты поставишь лайк, подпишешься на канал Манифест Лайв и оставишь комментарий, каштег хочу провести с тобой целый день. То я приеду именно к тебе и мы проведем с тобой целый день. Все это снимем и зальем ко мне на канал Манифест Лайв, ребят. Погнали смотреть, как я провел день с подписчиком. И может там узнаете своего кента какого-то, я не знаю. Может это ты и будешь. В общем, смотрите, с кем я провел весь день на моем канале Манифест Лайв. Ссылка в описании, ребят. А я с вами уже прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok